Всем привет! Мы в прекрасном Дагестане. А, не-не-не, не так. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Хорош! Ребят, мы в республике Дагестан. Вот теперь все так. Ребят, мы в республике Дагестан. Дагестан — уникальный уголок. Здесь проживает 30 этносов и этнических групп, говорящих на совершенно разных языках или языковых диалектах. Дагестан — один из древнейших центров земледелия и животноводства. Народы Дагестана прошли большой и сложный путь. История народов написана кинжалами, серпами, копытами коней. По своему географическому положению Дагестан считается самой суровой и труднодоступной частью Кавказа. И это естественным образом отобразилось в характере местных горцев. Одной из главных традиций в Дагестане является культ старших. Никто в семье не имел права ослушаться старейшему рода. Дагестанская кухня довольно разнообразна. Но общей для всех народов пищей является чуду. Лепешка, наполненная мясом, сыром и другими ингредиентами. В результате заключения Кулистанского мирного договора 12 октября 1813 года официально считается днем воссоединения Дагестана и России. Смотрите видео до конца, тут орешу. Первый день после прилета мы переночевали в Махачкале, а на утро нас встретили наши гиды Расул и Махач. Сейчас у меня за спиной черкейское водохранилище. И там же на водохранилище нам встретился очень забавный мужчина. Нет, это не он. Мужчина ехал из Ташкента через Дагестан и пел по дороге песни Муслима Магомаева. Сердце, как песня, летит из груди. О, море-море, преданным скалам, Ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня. Я отошел метров на 200, но, как вы сами слышите, его по-прежнему слышно. О, море-море! Ой, молодец! Молодец! Гоу-про! Дагестан! Салам, Ташкент! Около 33 километра, да? Нет, она идет уже в горную часть. Смотрите, 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 смотрите. Красавчик! Красивый! Вместе с Романом нельзя же кушать целый день. Есть такая шутка один. Наступает такой, с утра до вечера ни пить, ни кушать нельзя. Тот с кухни идет, ты на кухне был, да? Он говорит, да. Ты там еду видел? Да, видел. Ой, как там она, брат? И поверьте, как бы вам сейчас не казалось красиво, в живую, гораздо ярче и значительно масштабнее. Черкейская ГЭС – самая мощная гидроэлектростанция на Кавказе. Мощность ее 1000 мегаватт. Бетонная арочная плотина, длиной по верхнему гребню 338 метров. Высота плотины – 323 метра. Это самая высокая арочная плотина в стране. Сулахский каньон – глубже известного Гранд Каньона в США. Глубина каньона составляет 1920 метров. Протяженность каньона по территории Дагестана – 53 километра. Сверху река выглядит голубым червем, но Сулак – это самая полноводная река Дагестана. Сулакский каньон – один из живописнейших каньонов в мире и уникальнейший музей геологической истории планеты. Он руль отпускал и за ручку держался. Горы и красоты. Классно? Сейчас будем кушать. Уже прямо хочется. Очень. Пожалуйста, попробуйте. 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 Ребят, деревья не пробуйте. Слушайте, он как хозяинец разговаривает. Он, что это дядя, который… Они разрешают. Деревья тоже разрешают. Он говорит. Только на предварительном разрешении. Да, он увидел, что в нашем сопровождении, если вы его пробуете, да, взять не так прям кусочек оторвали. Робно один кисть и на всех его разделить. Как бы можно попробовать, а потом у них можно купить. На стол вам не так подадут. Не, на стол сейчас у них и так будет. На столе я попробую. Не всегда. Сейчас будет. Ну ты же здесь. Я же сказал, он ходит. Да? Получилось? Да. Я в первый раз увидела, наш виноград растет. Вообще просто. Да нет, он так и не растет, на самом деле. Это… Против света. Так на секундочку сложилось, что Расул наш гид, он же сын хозяина, да, этого сына? Нет? Это заведение моего близкого друга. Так. Близкого друга. Смотрим на баранину, который крутился на вертеле. Покажу, что он действительно травы. Кто там пах-пах? Нет, это… Я его просто поженю. Знаете, что поженить? У вас бывает такое? Да. В смысле, размешатель? Два. Да, это самый ленивый чай-ханщик, говорят, вот это делает процедуру поженить в 40 раз. Я буду самым-самым ленивым, поэтому больше не буду, но… Это процесс… Он его заваривает, перемешивает. Вот я наливаю обычный чай. Это обычный чай. Это… Все другие дешевые. И он превращается в пах-пах. А вот это с пах-пах. Вы слышите пах-пах-пах-пах? А-а-а… Он за время, пока наливается, обогащается кислородом, в процессе сверху вниз он остывает. Получает очень не случайно. И все это на фоне вот таких вот виноградных простей. И самая концовка будет сама. Интересно? И что интересно, ханик закрывает прямо вверху. Это владелец данного заведения. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно. Спасибо большое. Просто вкусно это вот старание данного человека. А-а-а. Здравствуйте. А-а-а. Все не все равно расходу. Ха-ха. Передрась потончиком. Тонельская команда, скажите, Алиния. Сделали его именно вот, скажем так, с подонов. Такую беседку. Это вот 2018 год. И ну, сами видите, вот началась с подонов. И до чего она сейчас дошла. И, собственно, что, собственно, здесь происходит. Ну, на этом это все не заканчивается. А тут еще как бы идут стройка домиков. А-а-а-а. Вообще, как все это распиарилось. У него есть видео в 2017 году. Он на видео кушает персики. И как-то это все увидела. Первый канал НТВ, несколько каналов пришли. И, скажем так, на этом он хайпанул. И потихонечку это все прошло. И с Махачом, Камал, они начали вместе. Ну, сейчас, конечно, у них друг на друга, можно сказать, времени нет. У Махача свои дела. У него свои дела. Ну, в саду мы все встречаемся. Короче, место называется. Нескучный сад. Очень понравилось. Хорошие ребята. Очень вкусная еда. И, знаете, нельзя сказать, что так объелся. Нет. Все в меру. Нам нужно еще успеть прокатиться на скоростном катере на Сулакском каньоне. Поэтому мы убежим. А там, судя по всему, собирается дождь. А все, виноградники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Индивидуальное средство защиты от мозгоклюев Субтитры делал DimaTorzok Смотри, как угодно Субтитры делал DimaTorzok Все классные ребята Махач водила наш Крутой мужик Расул Молодец, все везде договорился Без всяких пробок Без всяких затыков Все быстро сделали Это два наших классных гида Приветствую Добро пожаловать в Дагестан Пришли посмотреть мультики? Ну да На самом деле это как мультики Да, я тоже буду Махач, пока еще здесь Завтра уже не будете Что есть такое, что тебе конкретно самому нравится? Ну что, я посмотрел программу, которую вам Расул подготовил Он в основном сделал вам все круто Сделал нормально У вас есть хорошие места, которые вы завтра посетите Это водопады Все самые такие топовые места он в программу включил Также вы увидите, есть вот У нас есть такое место, ГООР называется Башенный комплекс Старый, заброшенный АУ Вот смотрел, слушал, что вы в Гамсутль собираетесь Если это пешая прогулка У вас подводят на Влазиках Или же пешая прогулка Минимум час пешку идти Если сходите, да Если она у вас в программе есть То вы Это вот заброшенный вот этот Либо вот ЧОХ ЧОХ Такое, как говорится, интересное место Ну, походу, это конечная ваша точка Вы можете по дороге В Салфинский подземный водопад В Гуниге, я не знаю, вы ночуете или нет Какое время мы туда, скорее всего Ну так, предположительно, попадем Я просто про свету По свету, ну обычно туда И я не знаю, какой маршрут Я полностью его не изучал Ну, понятно, ну так Это все по рассолу, да 8888 лягушек квакали под мостом Кто повторит, тому от меня подарок рыбу на ночь радужную и серёжа ну как как рыбка еще не пробовал я думаю что офигенный холодный со льдом да да вот некоторые пока продавила в двигателе прокладку и все масло выплеснула систему охлаждения и короче все вот масло все залило еще попустили в движку там вообще сухо масло в двигателе нет нет слова совсем сколько проехали непонятно такая вот ситуевина сейчас будем решать вопрос во первых по дальнейшему передвижению нет у нас вообще у нас нынче вот такие вот апартаменты это то что все наши салузел наши спали надо вот таким вот видом не каждый день приходится завтракать маленькие арбузы растут на деревьях ну точно арбузы на самом деле далеко не все дагестанцы черноволосые и кориглазые есть со светлыми волосами и со светлыми глазами поэтому у меня идея отрастить за поездку бороду и слиться с толпой и так вчера после размещения наш гид собрал с нас деньги за все семь дней поездки за трансфер проживания питания все 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 как вы помните машину у нас вчера сломалась и он уехал искать новый автомобиль нового водителя мы остались ждать договорились встретиться завтра в 9 утра время было 9 15 гида нет машины нет денег нет телефон недоступен мы сильно напряглись но в 9 30 у нас был вид наша новая тачка и новый водитель вот он наш транспорт для путешествия дагестан сейчас будем проезжать самый длинный туннель в дагестане 4 тысячи 350 метров Ой, облака полезли Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой вот дом мастера На первом этаже у него цех А, это вид С его двора Плодовые деревья Давайте пройдем в следующий цех И вот Серег Все, Серега у нас с мельтуром Мы берем рулоном листовый материал Листовый материал Обычно идет в миллиметр толщина Делаем уже под себя надрезы Несколько десятков раз пропускаем Самодельные вальцы И делаем именно вот такую толщину Чтоб легче было добывать И чтоб инструменты не портились Вот обычный резец Так, получается Вот Делается вот такой вот надрез Ставится пластина Вырезаем прям шпитик Где-то полтора-два миллиметра металла Уже его надо ровно забить Чтоб она не исперелилась И вот так каждую пластина Расстояние должно быть хотя бы на глаз ровно Потому что после надрезки, покраски Казе резец А это вот цельное берется А как круг делается? Сначала получается, если такой более сложный Орнамент мы его коронавируем Мы его рисуем Резец Получается вот Оставили И вот по всему орнаменту идет Вот такая вот надрезка И туда вставляется Сюда уже вставляется вот такая Холлока уже тоже пропущенная через вальцы Чтоб легче было надевать Не тоненькая Да, тоже мелькер Она идет круговую по всему орнаменту Получается вот Сверху она идет Соединяется Потом снизу тоже так же Эта проволока Если ее саму по себе оставлять Она не будет держаться Поэтому мы ее Как ромбиками Уже закрепляем этими пластинами Здесь уже посередине Где у нас изначально мы ставили здесь Сюда уже идут пятачки Короче, все это ручная работа Это инкрустирует металлом Все вручную Сейчас покажу Как это выглядит Чем-то даже спину змеи напоминает Да? Потому что у нас орнамент будет Раново нагреваться И каждый пятачок Весь орнамент должен быть Поставим пятачок Прям на пятачке Здесь она все видится Вот в этом вид Видите? Все эти пластинки Вручную забиты Так же в виде пятачки Вот это все Какого у вас глаза? У нас хорошие окулисты Слышные Размахи Слышные Слышные Время да кофе с таким видом гораздо вкуснее ставить это специально их разрабатывали чтобы садить вручную сделанную там посадили зерно, общеницу, картошку, кукурузу за ним красота тут короче типа нужно с тарзанки прыгать и даже говорят что прыгает на рот я так даже делал ну че-то очкова вообще капец как вам видок за спиной у меня уже ноги трясутся ну че мы готовимся к прыжку громче говори чуть-чуть чуть-чуть громче? да мы готовы сейчас нагадить в штаны проходим инструктаж цикатно опьянение, но я не знаю цикатно давай 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 сделай красиво братуха давай плакать и все получится макс смотри как он смело на край подходит это я вот вообще очкую на край подходит два три четыре оооооо пошел, пошел, пошел красавчик красавчик вон туда готовимся ручки так как раз вот это лицо человека который прыгать вообще никуда не хочет хорош красавчик супер маленечко перекрутило ну чё могу сказать вроде все прошло нормально меня немножко перебросило лишнего но тоже было в принципе наверное неплохо посмотрим все остальные расскажут сзади меня огромный каньон впереди классный водопад что сказать в сочи сочи падение конечно было гораздо более протяженным там напугался побольше но все равно тоже супер сейчас пойдет сергей геннадьевич я постараюсь его классно снять и мне нужно еще пролететь с дрона и отснять короче все эти фигурены мы сейчас находимся на родине расула гамзатова это автор многих стихотворений так выглядело его родное село это сам расула в индии считается что змеи первыми на землю приползли горцы верят что орлы древнее прочих обитателей земли я же склонен думать что вначале появились люди и поздней многие из них орлами стали а иные превратились в змей после прыжков короче волосы дыбом серега вообще посидел короче а папаха с козырьком это ел ел помнишь как ты в болоте сапоги оставил так что аккуратно по камушкам помесить я учил видите сколько грязища что-то я не понял про заходите выходить справа если я попаду в виду или буду почти в ряду все равно я приду ты слышишь джигитос наверху вы же все синие почти Наташу с белым прям так и хочется извалять теперь у меня новое имя джорджа вэлла слушай джорджа вэлла как меня будут звать и Не помешает мне ни с ней, ни сной Не помешает мне никто, чтобы быть с тобой Не помешает ураган любовь Что быть всегда с тобой Не помешает мне ни с ней, ни сной Не помешает мне никто, чтобы... И слушайте! Тут ни в какие сравнения, конечно, не идет С чем? Вид на доску в школе И вот на этих углов Да-да-да водопадик уже третий за сегодняшний день пройдете вот так вот в обход два джигита идут я реки тоже надо купить надо вообще выделяешь я не нашел что там желтая было прикинь кто тоже заморочился в этих камнях выложить пеньки за сколько надо было потратить времени сил энергией видимо спускались за водой верно с этой стороны свет мерло коллекция дербен причем смотри сейчас уже такое не пишет но это смотри российская защищенным географическим указанием дагестан этим вечером после столь насыщенного дня и после прыжков мы решили расслабить свою нервную систему красным вином местного производства ну и Субтитры создавал DimaTorzok Кафе в Скале И такие площадки удобные И свет даже светит Электричество завели Короче, мы идем в Салтинское ущелье Там дальше есть Салтинский водопад Говорят, что В штатах есть такой же каньон Под названием Каньон Антилопа Ярик бредет О, мая О, мая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Погнали дальше в машину Видите, вот дома на горе Это Александр II построил своему сыну Посадили тополя До сих пор все стоит Вот прямо четко чувствуется, что здесь классный дизайнер поработал Прямо отличный дизайнер над всем вот этим проектом Просто посмотрите, какие срезы Когда Александр II выбирал полянку для строительства дома Но своему сыну я уверен, что он видел абсолютно те же самые картины Мне эта гора не поменялась Мне эти склоны, все было точно так же в то время Место называется Гунип, районный центр больницы Смотрите, водопад прямо в центре города И одни приоры Сицилия, да? Сицилия, да Это какая у нас машина, девятая склонность? Девятая, как минимум Отделить от толпотары? Вообще Вот там, слышите, сзади руку не дает Это Любовь И Надя, она главный машинист экскаватора Кроет матом механика Который неправильно управляет экскаватором Ворота Борятинского Говорят, что был генерал царской армии У него тоже здесь был дом какой-нибудь? Нет, он А, ему построили Против шамиля Это вот мамочка гуляет с коляской, понимаете? Вот самое место Мы джигиты горные Парни, мы забор Дагестан, это Вот, Денис, ты когда спрашиваешь, что такое Дагестан Вот мозг в этот момент, он вообще не работает, понимаешь? Он настолько перезагружен вот этой всей красотой в голове Просто кисель Там как старый зависший компьютер Так Помните, раньше компьютера шипели? Поэтому ответить в данный момент на твой вопрос я не могу У меня тоже, знаешь, как тебе Дагестан? Как тебе вот эта локация? Да капец, просто А мне вчера на прыжке сказали отключить мозг, а я его до сих пор не включил Поднимались как будто бы через маленькую Сицилию Маленькая Италия Маленькая Италия вообще Так, всем здравствуйте, всех приветствую Находимся мы в селении Гунип Районный центр Гунипского района Машина решила устроить нам немножко пешую прогулку Поэтому Идем пешком до машины Были мы у водопада К сожалению, воды там не было Но я думаю, скалы мы там пофоткали Правильно, Денис? Да Я видео заменю вам, сделаю классный водопад Фотомодаж никто не отменял Нормально В итоге Про Шамиля Это именно то место, где была окончена Кавказская война Где был подписан мирный договор Князь Балятийский, имам Шамиль Встретились наверху До сих пор это место сохранено Как, скажем так, беседка Шамиля Где был подписан именно мирный договор Где было пленение Шамиля Откуда, собственно, его забрали в Петербург Ну, об этом сейчас все нам расскажут в музее подробнее Также там у нас будут фотографии Как все это происходило И в целом, вот это все вместе Почему именно здесь? Ну, я думаю, гора сама по себе говорит Естественный укрепленный район Ребят, мы сейчас сидим за императорским столом Ну что, как императорские вопросы решаются Когда войско императора все-таки удержало победу В войском Шамиля Они решили накрыть поляну к приезду императора И выкопали, короче, траншеи Землю траншеи сделали как насады Накрыли их скатертиной И мы решили отметить таким образом В праздник Оттуда и пошла Поговорка накрытия поляну Поляну сохранилась до сих пор Это макет дары Гуник Вот самая высокая точка Называется моя высота 2500 Здесь войско Шамиля Собралось Собрали сюда камни И ждали нападения Но войско императора Обошли Отправили здесь скаловазов Они зашли сзади С этой стороны С этой стороны Здесь имитировали нападение На самом деле Кинули веревки Поднялись, короче По веревкам По вязаным лестницам Зашли сзади И взяли И вырезали Уничтожили всех В данный момент Мы находимся вот здесь Вот в этой точке Дорога По которой мы ехали Поднимались Снимали Это вот она Это картина Айвазовского Которая изобразила Эту гору С противоположного хребта Сейчас мы поедем На точку Айвазовского Который рисовал Эту картину Идите сюда Мы оденем А вот Особо фигуры Ее не видать И Смотрели сначала На кувшин Талия тонкая Фигура красивая И горлышко длинное Вот такой кувшин Носила Незамужняя девушка Держи крепче Кольцо я прикрою Я ее не видела И осадок Попить водички Но если парню понравилось Кувшин-то незамужний Просто так у родника Он не подойдет Не принято А вот попросить Водички Можно было Это был такой повод Мне туристы подсказали Подкат хороший А я-то думала Не будет наливать Чтобы он ее Здесь хотя бы Похитил По горским законам А вместе с кувшином Хитить? Хитить Во! Не, а Санька После такого Будет отличить Вообще Плечи будут Да, идеально прямые Наш мастер Расул Приготовил нам В этот раз Обед В Угуниби Просто в каком-то Офигенном Живописном месте На террасе Этой горы Санкартина На Ивлагорске Вот сейчас данный момент Мы едем на точку Айвазовского Айвазовского Откуда Айвазовский Рисовал картину Которую мы смотрели Я вам показывал В музее В Питере Элементарии тоже есть она Вот мне подсказывается Вот человек Да Короче, не знаю Насколько правда Напутой Версии Которую нам рассказали Айвазовский Заезжал сюда На Ишаке Это вот как раз То точка Откуда он рисовал Эту картину Скамейка На которой он сидел Как раз была В этом месте Ух Захватывает дух Дух просто захватывает Люба Охренительно Просто охренительно Крыльев не хватает А сейчас крылья Поднимем в воздух Можно Я на рекамера Вылезла Миша Стань, пожалуйста Сбоку Я и поведешь на это На ВНИП Нет Все, вот здесь Там же маленький Горит, да? Гас Заим, горит Чтобы именно Она увидела Как поднимается Потом после подъема Можно Я на рекамера Вылезла Миша Стань, пожалуйста Сбоку Я и поведешь на это На ВНИП Нет, я хочу Да, я хочу Потом сразу На гору Поднять камеру А ты Ко мне введи Я буду Ее принимать Аул Чох Расположен В Гуниевском районе Дагестана Аул Действительно Древний Археологи Обнаружили Здесь Останки Стоянки Времен Неолита Первобытные Люди Жили здесь Еще За 6 тысяч Лет До Нашей Эры Ученые Считают Что Именно Здесь Зародилось Земледелие Из этого района Дагестана Пошло развитие Культурных Злаков Чох Появился После объединения Нескольких Поселков В 1300 Году В то время Здесь проходил Большой Шелковый Путь Караваны Останавливались В ауле На ночлег Чтобы защитить Торговцев Здесь Около 700 лет Назад Построили Первую Крепость С тех пор В ауле Было Много Событий Сюда Приходили Войска Персидских Шахов Здесь Сражался Шамиль Во время Кавказской Войны Название Чох Переводится С аварского Как Стоянка Или Ночлег Аул Часто Оказывался В центре Сражений В 1742 Году Здесь Была Разбита Армия Иранского Шаха Для этого Объединились Сразу Несколько Народов Дагестана И разбили Стотысячную Армию Завоевателя Но Об этом Я вам Расскажу В следующей Серии Фильма Во время Кавказской Войны Князь Аргутинский Не смог Взять Аул Чох Неделю Войска Обстреливали Чох Из 24 Орудий Но Армия Шамиля Быстро Восстанавливала Укрепления Насыпала Валы Из камней И корзины В итоге Аргутинский Отказался От штурма И отступил Во время Великой Отечественной Войны 300 жителей Чоха Отправились На фронт Вернулась Только Половина Четыре Чохских Солдата Расписались На стенах Рейстага То есть Прошли Полный путь От Кавказа До Берлина В историю Дагестана Чох вошел Как родина Передовых Мыслителей Военачальников Государственных И религиозных Деятелей Жители аула Становились Медиками Поэтами Юристами Филологами Математиками Один из самых Известных Местных жителей Это спортсмен И врач Али Алиев Который Прославил Свой аул Дагестан И Россию Идем В поселок Гамсутль Начали подъем 15.45 Вру 15.49 С погодой Как видите Не повезло Но В общем Мы сильно Не паримся Это нормально Начали появляться Первые заборы Первое сооружение Вот этого Поселка Сейчас Поднялись Примерно На 1600 Метров Над уровнем Море Судя по лесу Видите Он ушел Наш сибирский Сзади Там какие-то Конные Всадники Догоняют Короче Как зовут Наташа Наталья Наталья С Московской области Тоже здесь На 7 дней Со своими гидами Говорит Что тоже Безумно нравится Что еще Можешь сказать Про Дагестан Очень красивая страна На самом деле Не страна Республика Республика Конечно Но Но Когда рассказывают гиды Такое ощущение Что это отдельная страна Потому что Вот он рассказывает Про Их обычаи Свадьбы Про То как Вот Ну Все это происходит И Действительно Я часто Начну Замечаю Что Говоришь А у вас А у вас Да Ну то есть Как будто бы По ощущениям Это отдельный мир Целый Свой Какой-то Нет Мир это действительно Отдельный У нас допустим Рядом с нами Бурята Это тоже Отдельная республика Отдельный мир Это язычники Это другие традиции Это другой язык Все остальное Поэтому Ну Нам привычно В принципе Ну нет Я вот В Москве Такого Никогда не видела Так плотно С этим не сталкивалась Поэтому Ну Мне прям Кажется иногда Что я вообще В какой-то Параллельной Вселенной Очень интересно Очень нравится Вообще Не жалею ни разу Что сюда поехала Хотя Когда мы первый день Прилетели в аэропорт Дул Настолько стильный ветер Что я думаю У нас обратно На этом метре Унесет просто Мы наверное В один день прилетели Итак Мы наверху Дождик закончился Я побурганил А здесь это работает Да Да Это везде работает Если ты бурят Ну ты же не бурят Ну немножко то есть Короче весь путь Занял 28 минут Сережа У нас Забежал Короче наравне с конями Вместе стартанул Вместе и пришел Я еще коней сюда поднимал Конь Сергей Конь Сергей Сейчас мы войдем В ворота В город Через который Заходили все жители Данного Населенного пункта И на ночь Ворота закрывались Продолжение следует... Короче как и в Грузии Как и в В Кабардино-Балкарии Есть такие заброшенные города Которые выстроены террасами Где крыша Одного дома является Террасой другого дома Ничего себе там дождь какой наваливает Народу больше чем в Москве Это такая калитка в дом Здесь ступенечки Так по ступенечкам Опа-опа-опа И вот пожалуйста Ваше жилище С каким-то подвалом И полочки Короче под всякие штучки Здесь тоже видите Уже старые террасы На которых выращивали Зерновые культуры Красиво конечно Безумно красиво У девочек там кино Они решили устроить Ужин Комнатки конечно Безумно маленькие Прямо в общем малюсенькие Победите Орудие короче Из камня сделано Я не знаю для чего Явно не асфальт катать Короче только что подсказали Что это для того чтобы Уплотнять грунт на крыше После дождя Ух ты Ух ты Опасненько Короче Задняя стенка Этого строения Это Естественно Скала Передняя стена Это Само Само Жилище Но Судя по всему Это Как раз была стайка То есть люди жили Этажом выше А это стайка То есть вот здесь вот жили Животные Это видите Как вот кормушка Какая-то Типа корыто Куда давали Приносили корм животному Ну и запах Соответственно навоза А вот как раз наверху За железной дверью Тут жилище Дождь собирается Сейчас надо наваливать Отсюда по-быстрому Хотя так и хочется Здесь задержаться Места конечно такие Не то чтобы сказочные Но Очень интересные Короче вон там Наверху На пимпочке наши стоят О Короче Бурятские традиции Бурятские законы Работают даже здесь По Бурхане Или видите Идет солнце Вернее Светит солнце Идет дождь Офигенно То что нужно Ну как Как эмоции Отлично Тагестан Тагестан Смотри какая радуга Ух Видим? Оно еще ярче стало Ну вот Такой вот Город-призрак Гамсутль Народ еще гуляет Очень красиво Закатное солнце Террасы Чуть дальше И мы поймали радугу Нам удалось Нам повезло Просто Несказанно Повезло Несказанно 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 Расул повел нас Короткой дорогой Через кладбище Новая тропа Их местное кладбище Заодно посмотрим Как все это происходило Всех приветствую Вот мы Путешественники Заблудившиеся Вот и подошел к концу Третий день Нашего пребывания В Дагестане А впереди еще 7 дней Смотрите Следующие серии То есть Если конкретно идти Это надо Хотя бы Хорошую обувь И трекинговые палки Палки И самогона Больше Где Хогвартс Где Хогвартс Облака вообще Не знаю На всяком случае В камере Кто хочет Хогвартс Через кладбище В ту сторону После этого Были освобождены Очень много домов И поэтому Горным жителям Сказали Вот Дома освободились На равнинной части Спускайтесь вниз И живите У нас вот есть Все готовое для вас Вот Они допустим Спустились Они спустились Они спустились Это все осталось целым Но Если после каждого дождя Крышу не катать Не ремонтировать Не ремонтировать Не ремонтировать Не ремонтировать Не надо Крыша здесь была Деревяшки Сверху глина И после каждого дождя Периодически Видели Наверное Как каток Каток лежал Этим катком Они катали То есть Прессовали Если там Грунт становится меньше Они Засыпали грунт Дальше катали Выравнивали Если допустим Там В течение нескольких лет Этого не делать Дома превратятся Именно вот в это И теперь Всех этих жителей Выселили У них дома Освободились здесь Они живут В готовых домах На равнинной части Через 10 лет Те которые были сосланы Они возвращаются Свои дома Но однозначно Они возвращаются Свои дома И А эти куда? Этим товарищам Они уже не вернутся Потому что Они привыкли К комфорту К равнинной жизни Кору подниматься не надо И из этих домов Уже ничего не осталось А это все разрушилось Им были выделены На трассе Ростов-Баку Например Вот поселок Манас Маджолис Первый майс Это те поселки Которые были образованы Именно вот после того Как Когда ему дали Вот такой дом Когда он пришел В этот дом Чужой дом Он нашел там быка Он нашел там корову Теленка Скажем так Целое хозяйство Одежда И так далее Все есть в этом доме Потому что Этих людей Когда выселяли Их выселяли Быстро Быстро Ничего не успели Забрать В спешке И когда Этот чеченец Вернулся в свой дом Это я из его уст Рассказываю Что он мне говорил Этот старый человек Показал ему Вот бычок Который ты оставил Вот все его телята И то что вот Осталось от твоего хозяйства Я оставляю Возвращаю тебе твой дом И я ухожу Ну как бы чеченец И ему говорит На ночь Гляда Нельзя уходить Подожди Завтра Отправишься Путь И теперь он завтра Просыпается Видеть Огромную телегу Там продукты Там бычок Который будет тянуть Эту телегу Ну и собственно Теперь можешь ехать Тебе счастливые пути К чему это? Если ты Относишься Скажем так С добром К тебе относятся Так же Кто-то говорит Опасный Дагестан Кто-то говорит Страшный Дагестан Я говорю Дружелюбный Добрый И безумно красивый Дагестан Это просто бомбические виды Индонезийские террасы Высокие горы Огромное количество водопадов Горных рек И бесконечно добрые люди Я очень надеюсь Что вам понравился фильм Но поймите одно Смотреть Красоту С экрана И видеть все это Вживую Это абсолютно Разные вещи Путешествуйте Как можно дольше И как можно дальше Потому что Все оно этого Стоит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова